Когда вы будете готовить свидетеля, будете ли вы прокурором и адвокатом, будет это в российском суде или в иностранном, рассказывайте ему один и тот же анекдот, который я рассказываю студентам, которые хотят стать юристами. Я рассказывал про медведя, по-моему, рассказывал, да? Кому не рассказывал, сейчас расскажу, вы не подсказываете, кто слышал. Старый охотник ведет молодых охотников на охоту на медведя и говорит им, что медведь-зверь опасный, надо идти за мной след в след, но главное в охоте на медведя не бояться. Поняли, поняли, идут, через полянку проходят, снежок, ветки, говорит, не хрустите, идите за мной след в след, медведь-зверь опасный, но главное не бояться. Заходит в лес, берлога, он показывает, вот берлога, медведь-зверь опасный, вы главное что? Не бояться должны. Я залезаю сверху, рогатина ширяю вниз туда, медведь просыпается, выскакивает, а вы стоите вокруг и понимаете, что главное не бояться. И когда он выскочит на вас, вы должны забросить его дерьмом. Вопросы? Один спрашивает, а дерьмо где брать? Дерьмо будет, главное не бояться. Вот, когда свидетелей будете готовить, а я готовил, помню, свидетеля, боевой летчик, летчик-снайпер на МиГ-29, что ли, такой полковник целый, генеральным директором фирмы, он вдруг стал, когда вышел в отставку, и мы пошли судиться в арбитражный суд, и он стоит перед дверью судебного заседания и трясется буквально. Я смотрю, потеет, трясется. Я говорю, ты чего? Он говорит, ой, так волнуюсь, как вы ходите в этот суд? Я говорю, а как вы летаете на вот этих вот, на вас то ракета летит, то ты сам там катапультируешься. Он говорит, не, ну тут самолет, там все понятно, там все полетел. А мы входим в суд, понимаете, поэтому вот разные отношения. Мы думаем с вами, готовимся здесь, и к тому, чтобы ходить в суд, будем ходить это делать неоднократно, а оказываются вот такие вот летчики, которые потом должны быть допрошены, они боятся кошмар, поэтому им этот анекдот поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...